МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рух, який у вас обе умару шматликих молодых людей и допомог знайсти свой шлях – комсомолу 100 годов. Сегодня с продолжальниками традиции активной белорусской молоддю сустрелся президент Александр Лукашенко. Каля 400 молодых людей запросили у Палац незалежности. Яны – члены Союза молодзи, вылучаются своей активной житевой позицией, часто становятся промышцами республиканских конкурсов. У зале так само и тех, кто немало зарабил для становления белорусского комсомола. Даречи, свой комсомольский билет на сустречу захопил и президент. За 100 годзе у организации налишвалося каля 200 миллионов человек. Яны шли на фронт Великой Айчыной доброохводниками, адраджали Великую Краину, узворвали Цалину, будавали Байкало-Амурскую магистраль. Молодежными будовлями были и знаковые белорусские объекты – Минский аэропорт, метрополитен, нафтозавод у Новополоцку. А уже сёння молодые люди допомахают на узвядзенне БелАЭС и инших объектах. В ЛКСМ не просто аббревиатура с гисторией, понятия сябровства, адзинства, любови да родимы и веры в будущую не страчивают своей актуальности и сёння. И гэта – приклад уже новому поколению. А идеи справедливости повинны быть основой сучасной белорусской идеологии. Я недавно приводил пример, когда привели в Россию ряд социологических исследований, и люди, что бы вы думали, на первое место поставили? Неблагосполучие своё в России, да и у нас, где люди не совсем живут богато. Они не поставили на первое место какой-то рынок или плановую экономику. Они поставили на первое место то, чему мы были всегда привержены, к чему я всегда призывал – справедливость. Люди требуют справедливости. Вот наша идеология на ближайшее время, которой мы должны придерживаться. Потому что запрос на справедливость не только в России. У нас всегда было, я всегда подчёркивал, где бы я ни был, объехав весь мир, я говорил о том, что белорусский народ – самый справедливый народ. И он несправедливости никогда не потерпит. Поэтому и политику мы проводили более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость. Но не в будущем, а в настоящем. Поэтому по-разному оценивают нас сегодня, нашу молодёжную организацию, полярные точки зрения. Почему? Потому что идёт борьба за вас, за молодёжь. Вас стремятся одни подтащить в одну сторону, другие – в другую. Почему за вас? Потому что вам жить в будущем. Вам жить не только на этой земле. Возможно, кто-то будет жить в России, в Украине, кто-то махнёт на Запад. Я уже об этом много раз говорил. Это ваше право. Только не теряйте корни свои. Потому что спустя некоторое время вы захотите вернуться сюда. Поэтому идёт борьба за молодёжь. И, естественно, я, например, как президент, хочу, чтобы вы не клонились ни влево, ни вправо. Чтобы вы занимались земным. Чтобы вы понимали, что вам надо жить. Вам надо создавать семьи. А кто создал, надо растить детей. Поэтому вы должны в это бурное время, чтобы не утонуть, придерживаться спокойных, центристских или ориентиров, которые видны перед вами. Ясчё перед початком такого широго диалогу Александр Лукашенко отзначил, что о меркованне и задумке молодёй – руховик будучи не нации. И до их необходимо прислуховываться уже зараз. Тому президент звертает увагу. Хоча почуть минавито меркование сучасной молодёй. Своей идеей керавнику державы назвали активисты в РСМ. Сирот проекта у семейный парк, пляцовки для занятков в уличном спорте. Новые увядения пропоновали и в перепису насильництва. Наприклад, кожному беларусу дарыть головный символ краины – державный стяг. Чым сегодня живем молодь, продемонстровали на выставе у Палаца незалежности. Яй организовали в формате интерактивных пляцовок и просвятили работе БРСМ на сучасном этапе. Тут же президент погутарил с переможцами республиканских молодёжных конкурсов и проектов, левшими бойцами студотрадов. Не обойшлось и без песни. Один из самых масштабных молодёжных проектов нашего региона – узведение жилого комплексу «Сонечный». 30 годов тому в лесном массиве на узкрайку Гомеля заклали перший камень. Инициаторами будовництва выступили работники радиозавода и двух конструкторских бюро – промень и системного программования. Молодые люди на некоторый час вызволялись от основной працы и после проходжения специальной профессийной подрухтовки подавали дамы. С разлику одна квартира для себя, другая – для занятой на вытворчасти иншей молодой семьи. На ОГУ за 73 годы основания организации был реализованный целый шерох проектов, которые покинули значный след у истории краины. Одно из головных мест в среду их займал Будатрадовский рух. Помните такое выражение «Коммунизм – это молодость мира и его возводить молодым». В действительности, Комсомол с самых первых дней после того, как закончилась гражданская война, все время созидал. Это и Комсомольск на Амуре, и помните Павка Корчагина, ту узкокалейку, которую строили, и заканчивая Байкаламурской магистралью. И хоть самого в ЛКСМ уже нема, его идеи живые. У Комсомола и его правопераемника БРСМ по сутности одна главная задача – громадянско-патриотичное выхование молодей. И она застаётся актуальной на протягу 100 годов. Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомеле подвели выники работы региона за три первые кварталы года. Большаясь доведенных показчиков выканано, але есть и задачи, с которыми в область не справилась. У приватности вытворчасть сельско-господарчей продукции. Это связано в первую очередь с несприяльным для многих культур надворьем. Ситуацию ознайомились наши корреспонденты. Этот год для Гомельской области Пакульнельга оценить однозначно. По выниках девяти месяцев, большаясь показчиков не только выканано, але и перевыканано. Экспорт товаров плюс 0,7% до плана. Розничный товарооборот плюс 6%. Промые замежные инвестиции перевысили 91 миллион долларов при плане 75. Причем на достигнение этого показчика поуплывала деятельность свободной экономичной зоны. В этом году у нас зарегистрировано 7 новых предприятий. И по итогам 9 месяцев доведенные показатели, если так формально, рассказать, что мы выполнили. Инвестиции на чистой основе 32 миллиона при плане 20 по году и 120% темпы экспорта. Разом с тем, досягнуть усих запланованных покажек усе лето не тримается. Напереде еще несколько месяцев працы, але истотного вплива они уже не окажут. При этом об неких стратегичных недопроцовках казать нелега. Факторы у першу чергу объективные. Определенное замедление пошло у нас по индексу физического объема в промышленности. В связи с тем, что и МНПЗ, и Гомель Энерго осуществляли плановые ремонты. Ну и кроме того, мы рассчитывали на больше урожай. Было сделано очень много при весной. В то же время эти сложнейшие агроклиматические условия не позволили взять все от земли то, что мы рассчитывали. Поэтому и продукции сельского хозяйства на уровне 93% к прошлому году. Хоть это не значит, что теперь сельгазпредприемства при любых отмовных выниках смогут посылаться на несприяльное надворье. Упринятым по выниках посаджения облывыканкама Рашенни, потребование до широкого райвыканкама, звернуть больше пильную увагу на стратные предприемства. Среди основных проблем этих господарок называются неэффективное выкористание ресурсов и высокие себе кошты отриманной продукции. Обращатого областному комитету по сельской господарции и харчавании пропоновано знову звернуться до пошуку новых рынков сбыту сельской господарской продукции и продуктов харчавания. Олексин Цюромар, Энержала, Евген Макенко, телерадио «Компания Гомель». Пытание выходжения с радою активными материалами, анализ международного супрациониста по чарнобыльской тематице и наведывание новоково-доследшей станции в зоне отчужения. На три дни Гомельская область стала пляцовкой для обмену вопытам по пытаниях ядерной безопасности. Зудельниками международного семинара сустрелся Олег Синцерову. Сегодня у Гомеля знову звернулисься до пытания ядерной безопасности. Тут почавший семинар зуделом ученых и специалистов из Беларуси, России и Украины. Что делать с так званым забрудженным материалом, который находится на потерпелых территориях? Это пытание актуальное для всех трех краин. Головная задача – зарабиться гляд национального опыта по выкрыстанию забрудженных радионуклидами территорий. Ученые перекананы, при заховании мер безопасности и певную господарскую деятельность, тут можно вести уже зараз, размову в приватности про так званую альтернативную энергетику, будавництво солнечных и ветерных электростанций и еще один резерв, який можно выкрыстовывать больше активно – Дравнина. Что отельство Беларуси, то территория радиоактивного забруджения лесного фонда – маль 200 тысяч гектаров. Частку этих массивов можно выкрыстовывать для тримания электроэнергии, при этом ученые кажутся в необходимости докладного размежевания. Есть редактивные отходы, а есть забрудженные материалы. Если об отходах, когда мы говорим, их, скажем так, на миллионы тонн, то о радиоактивных материалах мы имеем сотни и тысячи миллионов тонн. То есть эта проблема, она, с одной стороны, гораздо шире, потому что отрагивает гораздо большие территории, и, с другой стороны, то есть это еще не отходы, это то, с чем мы можем работать и можем использовать. Мониторинг ситуации на запруженных территориях у Беларуси, России и Украины проводится постоянно. Выключения складаются, бывает, только оселённые вёстки. У их одна будущая – ликвидация. Запас «Чернобыльский час» только в нашей краине поховали больше 17 тысяч объектов. За уликом периода по распаду того же Плутония у 24 тысячи годов, ніякая господарчая деятельность николи не будет вестися и на территориях, забрудженных этим радовым нуклидом. За выключением акчима одинаганокерунку на забрудженных территориях необходимо проводить науковое доследование. В зоне отчуждения на территории Украины создан Чернобыльский радиационно-экеологический биосферный заповедник. Мы пошли по пути, который уже протоптала Беларусь. В Беларуси такой заповедник создан был уже давно, на Украине он создан только несколько лет назад. И сейчас идёт процесс оформления документов и выделения земель для этого заповедника. Как чекается в деньгах гумельского семинара по пытаниях об уходжении с забрудженным материалом, только теоретичные частки не обмежуются. Усераду я не ознайомится с деятельностью Палесского державного традиционно-экологического заповедника, где проводятся уникальные доследования по Чернобыльской тематации. Алексей Тюров, Йогин Макеенко, телерадокомпания «Гумель». Сегодня у беларусских школьников начались каникулы. Все лета их восиньский отпочинок протягнется до 7-го листопада уключна. По традиции у ГТ-10 дзен запланованы спортивные и физкультурно-оздравленческие мероприемства, патриотичные акции, профориентационные программы. У Гумеля на час каникулы открыли военно-патриотичный лагерь «Я-Патриот». Программа расписана по годинах. Школьники наведают войсковую часть 55-25, областный музей военной славы, музей криминалистыки и военно-гисторичной реконструкции, областный центр Олимпийского резерва по конным спорте. На другую полову дня заплановано проведение сустреч с представниками разных межведомостных структур. Лагерь полезен для ребят тем, что у них заняты каникулы. То есть и родители знают, что их ребенок будет с 8 до 16 часов под присмотром мероприятия. То есть он проведет хорошие каникулы. Будут на развитие каникулы идти, потому что посетят мероприятия определенные. В первый день лагерной измены школьники попробовали свои силы подчас военно-спортивной гульни «Орляня». Сегодня сусветный день братьбы с инсультом. Чтобы понять, что у человека сдарилось острое порушение мозгового кровозворота, есть простые критерии. Об них сегодня у шпитали инвалидов Великой Айчинной войны нагадывали студенты медуниверситета, а также вымирали пациентам артериальный тиск. За год каля 5 тысяч жихоров Гомельской области пероносит инсульт. З их каля тысячи трапляют на лечение в шпиталь. 150-200 – люди процоздольного взрослого. Все лето про медустанову прошло больше, как 800 пациентов. Молодшему было у сего 25 годов. Перонесен инсульт протягивает займать первое место в свете по причинах инвалидности. Тому специалисты не стомляются нагадывать, как снизить риск возникнения такого тяжкого захворывания. Треба вести здоровый лад життя. Отмовиться от курения, алкоголю, за лишнего споживания соли и тяжкой ежи. Быть физично активными и по макшимости избегать стрессов. Важно так само ведать свой артериальный тиск и регулярно его вымирать. И при этом не забывать о первых предметах инсульта. 70% инсульта начинается с того, что у пациента наблюдается перекос лица, слабость в руке или ноге и нарушение речи. Поэтому мы просим пациентов вытянуть вперед руки. Если одна рука опускается, мы говорим о том, что есть слабость. Мы просим улыбнуться. И если мы видим перекос лица, то это тоже может быть признаком инсульта. И мы просим назвать свое имя. И если человек не может этого сделать, то самым первым действием – это вызов скорой помощи. Как можно быстрее. За час проведения акции у нее приняли удел коля 50 будущих медиков. Для их готов опыт. А для пациентов мотивация больше пильно сажит за своим здоровьем. У Гомельским центра инклюзивной культуры отбылся выпускный баль у дельниц мини-проекта «Адукация без пирожкот». Он ладился Гомельской областной организации громадского объединения «Белорусский союз жанчин». И был реализованный в рамках великого международного проекта «Авучиться кап дейничать». «Адукация без пирожкот» – это комплекс мероприемства, накерованных на содейничание, развитие и популяризации неформальной адукации для дорослых людей с обмежеванными махчимостями. Уделы проекте приняли больше, как 20 жанчин со слабым слыхом. На протягу 5 месяцев они навучались навыкам цырульницкого мастерства и макияжу. Со старанными итальяновитыми вучаницами працевали опытные мастеры. Первыми моделями были родные у дельниц. Так само они отримали практичный опыт у гомельских салонах. Навучание жанчин проходило при допомозе сурдоперокладчиков. Мини-проект «Адукация без пирожкот» дожитявлялся у першиню и выкликал великую цикавость у жанчин с проблемами слыху. Для многих из них это реальная махчимостю дальнейшим реализовать себя биоцирульницкой справе, вырошить пытанье самозанятости и полевшить свое материальное становище. Они настолько, эти женщины были заинтересованы в тех дополнительных знаниях, компетенции, потому что очень мало, небольшой выбор профессии, которыми они, где они могут трудиться. И для них это возможность расширить границы своего мира. Они настолько благодарны организаторам, тренерам и тем людям, которые были сопричастны активными участниками этого проекта, что для них это возможность вообще изменить мир вокруг себя. Гуль не розуму. У Гомере проходит молодежный чемпионат света по шашках 100. На протягу тыдня за узнагороды будут змагаться больше, как 200 юных гульцов с 15 краин. Беларусы, до речи, сирот фаворитов Сусветного форума. Евгения Кухаронак протягнет. Команды представляют четыре части света – Европу, Азию, Африку и Америку. Беларусь у Сусветной федерации шашек на добром рахунку. Не раз в нашей стране проходили бойные турниры. В прошлом году Витебск принимал молодежный чемпионат Европы. И вот надошла черга старта Сусветного масштаба. Проводить его доверили Гомелю. Для нас это очень важно, очень интересно и такой необычный новый опыт в подготовке мероприятия такого уровня. Все организаторы постарались сделать все, чтобы те спортсмены, которые приехали сегодня на чемпионат мира по шашкам 100, они не чувствовали никаких проблем. Гомельчане не подвяли. Узронем организации турниру, простонники Сусветной федерации застались задоволенными. А церемонию открытия у Воголя назвали одной из лепших за обошние годы. Церемония открытия чемпионата была яскрава и запоминальна. Я наведываю шмат поборництва у розного узровня и могу сказать, что эта церемония открытия была одной из наилепших за обошние 10 годов. Мы бачим, что в Беларуси с поборництвы завсюду проходят на высоким организационным узровням. А тому мы доверили минавито вашей краине проводить селетний чемпионат света у сарот молодежи. Умовы для баталии створили самые наилепшие – справа за гульцами. И тут беларусу лику фаворитов. На селетний турнир поколь никто не загадывает. Однако есть уповненность, что без узнагородной высшейшей пробы беларусы не застанутся. В прошлые годы наша команда завсюду показывала добрая вынековость. Например, в минулом году на таким же чемпионате в Польше мы заняли первое место в неофицийном командном заливе и выиграли 7 золотых медалей с 16-ти. Завсюду сподяемся на лучшее, чтобы гимн Беларуси гучал, как много частей. Соперники из инших краин про высокий уровень подрыхтовки беларусу ведаются не по шутках и отдают господарам належное. Я различую на призовое место. Головные соперники – мой сябра по команде и беларус Михаил Семянюк. Было бы очень интересно с ним гулять. Едси – опытный гулец. Для него этот молодежный чемпионат света – шостый по лику и опошний. Узрост вымышает переходить в дорослые шашки. А вот гамельчанин Александр Малахов, который выступает в молодшей и взростовой группе – дебютант сусветных турниров. И планы на этот чемпионат его степлые. На что ты рассчитываешь? Ну, не на первое, но и не на последнее. Молодежный чемпионат света по шашках проходит в Громадско-культурном центре в Гомеле. Все переможцы турниру станут свидомы 3 листопада. Максим Савин, Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадио «Гомель». Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Взрыв бытового газа в многоэтажном доме произошел в минувшую субботу в Жлобине. Пострадали двое человек – хозяин, взорвавшийся квартиры, и его сосед, оказавшийся под завалами. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Сообщения в районный отдел по чрезвычайным ситуациям стали поступать около 6 утра. Жильцы девятиэтажного дома в третьем микрорайоне сообщали о запахе гари и газа во втором подъезде. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС на седьмом этаже было обнаружено разрушение перегородки между кухней и жилой комнатой соседней квартиры. Прибывшими к месту вызова работниками МЧС были обнаружены два пострадавших. Это мужчины 1990-1993 годов рождения. Они были переданы работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми госпитализированы медицинские учреждения. Кроме этого, спасателями была произведена эвакуация 19 человек, 5 из которых дети. На момент взрыва в соседней квартире вместе с мужчиной находились его жена, трехлетний сын и годовалая дочь, которые не пострадали. Кроме разрушенной перегородки, взрывной волной нарушена целостность оконных и дверных проемов. Но несущие конструкции дома устояли, поэтому отселение жильцов не потребовалось. На месте происшествия работает следственная оперативная группа, назначен ряд экспертиз. Причина взрыва устанавливается. Жлобинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по участии 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту взрыва, произошедшего в многоквартирном доме в городе Жлобине. На место происшествия выбывала следственная группа, а также сотрудники областного управления и Центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства и причины взрыва. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили телесные повреждения. Большинство пострадавших – пешеходы, попавшие под колеса автомобилей. Два ДТП с их участием зарегистрированы в Гомеле, одно – в Мозыре. Все пострадавшие госпитализированы. Во всех трех случаях пешеходы пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначен дорожными знаками и разметкой, но водители не предоставили им преимущества и в результате совершили наезд. В субботу в Гомельскую областную клиническую больницу обратилась за оказанием медицинской помощи 47-летняя жительница города Минска, которая после осмотра с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Выяснилось, что ушиб головного мозга она получила накануне в салоне маршрутного такси, упав при резком торможении микроавтобуса. С целью избежания столкновения водитель маршрутного такси принял экстренное торможение, в результате чего маршрутным такси совершало падение женщина-пассажир. В это же учреждение здравоохранения двумя днями ранее была доставлена гомельчанка, которую на тротуаре откидной опоры сбил эвакуатор. Около 14 часов 31-летний водитель двигался на автомобиле МАЗ по улице Полеской. На повороте он не заметил, как в его машине откинулась опора и сбил ею женщину-пешехода, которая шла по тротуарной дорожке вдоль проезжей части. Момент совершения ДТП был запечатлен видеорегистратором. Женщина находится в нейрохирургическом отделении. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель пять матчей к ряду не может набрать очков в чемпионате страны в высшей лиге. В 26-м туре зелено-белые на домашнем поле играли с лидером Борисовским Батэ. За несколько минут до завершения основного времени поединка бессменный чемпион страны все же смог найти брешь в хозяйской обороне. Победу борисовской команде принес Скавыш 0-1. Отметим, что подопечные Алексея Меркулова в предыдущем туре также потеряли очки в самой концовке. Столичному лучу удалось вырвать викторию на 87-й минуте. Сейчас в турнирной таблице Гомель на 11-й позиции. Лидерство Батэ по-прежнему незыблемо. В 27-м туре зелено-белые на выезде играют со Смолевичем. И поединок состоится 5-го ноября. В 7-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу из представителей нашего региона очки набрал только ВРЗ. Вагоностроители не испытали проблемы в выездном поединке против новичка элиты столичной команды территория. Победа 10-2. Светлогорскому ЦКК и Гомельской БЧ в соперники достались команды, пока не испытавшие горечи поражения в нынешнем чемпионате. Это Алид Сельмаш и Оршанский Витен. Представители нашего региона также не смогли подпортить статистику соперникам. Энергетики одолели железнодорожников 5-3. Алид Сельмаш обыграл ЦКК 7-1. В турнирной таблице ВРЗ замыкает тройку сильнейших. ЦКК располагается на седьмой позиции. БЧ на восьмой. Первая строчка за Алид Сельмашем. Завтра состоится очередной эпизод Полесского дерби в хоккейном чемпионате страны. Ареной для очередного противостояния Гомеля и Металлурга будет Жлобинский ледовый дворец. Десять дней назад соперники встречались в областном центре. И тогда в овертайме победу праздновали Столивары. К тому же у них сейчас хорошее настроение. В минувшем туре они обыграли шахтер. А вот Рыси уступили столичной юности. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» продолжает радовать своих болельщиков. В очередном туре чемпионата подопечный Томожа Чаттера вновь сильнее своего соперника. Матч против Витебчанки проходил на домашней площадке. «Гомель» начал очень уверенно, а с первых минут подтверждая статус фаворита. Первая половина завершилась с более чем уверенным преимуществом – 25-7. Во втором тайме ситуация кардинальным образом не изменилась. Лидер турнирной таблицы спокойно довел дело до победы. Итоговый счет 43-18. К слову, эта Виктория стала седьмой из семи возможных в нынешнем первенстве. «Гомельская энергия» второй раз в сезоне побеждает минскую команду «РГОР-2001». Первая встреча, напомним, проходила в рамках 1-8 финала Кубка Беларуси по волейболу. Тогда дебютант дважды переграл столичных гостей со счетом 3-0. Игры в рамках регулярного чемпионата в эти выходные прошли также в «Гомеле». Энергия, ведомая домашними трибунами, вновь не испытала особых проблем, как и ранее. Команда выглядела очень уверенно и не позволила сопернику взять ни одной партии. Победа в пятом туре позволила закрепиться на третьей позиции в турнирной таблице. Впереди со стопроцентным результатом по-прежнему «Шахтер» и «Строитель». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».